Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Ставка на инновации. На Белушине представили нового генерального директора. Предприятию необходимо развиваться, иначе затопчут, обгонят самое пронырливое. Что в планах? Испарилось как дым. Оперативники изъяли крупную партию вейпов. Выяснилось, что продукцию он покупал за границей. Соответствующие сертификации она не проходила. Насколько влетел бизнесмен? Дорога без опасности. В Бобруйске прошел городской этап конкурса «ЮИД». Самый сложный для меня этап – это фигурное выждение велосипеда. Кто победил? А также успешные переговоры, доступные кредиты и инновационные разработки. В БГУ будут выпускать уникальные препараты. Какая сфера применения? Совместные производственные цепочки. Президент встретился с губернатором Калужской области. Символичная делегация во главе с Владиславом Шапши прибыла накануне в День единения народов Беларуси и России. Тенденция тесного сотрудничества прослеживается не только на уровне правительства, но и предприятий. Как отметил Александр Лукашенко, наши заводы готовы обеспечить российский регион пассажирской, коммунальной и сельхозтехникой. Сегодня особенно важно налаживать промышленную кооперацию. Основу нашего торгово-экономического сотрудничества сегодня составляет строительная сфера. Белорусские строители возводят в вашем регионе и жилье, и социальные объекты. Как мне докладывают, темпами и качеством выполняемых работ вы, в общем-то, довольны. Мы готовы к обстоятельному предметному диалогу по этой теме. И любые возможные замечания, предложения, пожелания по реализуемым проектам мы выслушаем. Главная задача на этот год – увеличить товарооборот с Калужской областью до миллиарда долларов. В 2022-м сумма превышала 650 миллионов. По сравнению с 2021-м экспорт вырос на 70%. В основном туда поставляли нефтепродукты, металлоконструкции, мебель, молочку, изделия из цемента, бетона и искусственного камня. Хотел заработать, но остался должен. В Бобруйске изъята крупная партия вейпов. Оперативники задержали 56-летнего местного жителя, который незаконно продавал электронные сигареты, комплектующие к ним и жевательные смеси, без содержания табака. Почти 1400 единиц товара оценивается в 45 тысяч рублей. Клиентов предприниматель находил в соцсетях, завлекал низкой ценой. Выяснилось, что продукцию он покупал за границей. Соответствующей сертификации она не проходила. В отношении Бобручанина составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Мужчине грозит штраф до 3700 рублей. Коллективу у Белшины представили нового гендиректора. Александр Ковалев работает на предприятии уже 26 лет. Производство знает, как свои пять пальцев. Перед нынешним руководителем стоят непростые задачи. Выпуск инновационной продукции и реализация современных инвестпроектов. Чем живет промгигант сегодня, узнала Татьяна Горбач. Судьбоносный день в истории Белшины. Сотрудникам представляют нового генерального директора. Александр Ковалев получает удостоверение из рук председателя концерна «Белнефтехим» и принимает поздравления от руководства области и города. Выбор кандидатуры не случайный. Опытный специалист знает производство на все 100. Родному предприятию отдал 26 лет. Начинал учеником вулканизаторщика. Последние пять лет был заместителем главного инженера по техническому развитию. Заводская школа позволила мне взглянуть на проблемы предприятия глазами человека с завода. Очень многое предстоит сделать. Это и реализация новых инвестиционных проектов. И завершение ранее начатых. Необходимо двигаться предприятию, необходимо развиваться. Иначе затопчут, обгонят самые пронервные. Сегодня предприятие – одно из крупнейших производителей шин в мире. В торговом портфеле более 370 моделей для легковых, грузовых, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электрокаров, автобусов, тракторов и сельхозтехники. Компания уверенно чувствует себя на международной арене и демонстрирует, белорусы могут производить качественный, конкурентно-способный товар. География поставок свыше 20 стран. 90% экспорта уходит в Россию. За 22 год предприятие сработало с прибылью, то есть сработало эффективно. Мы продали порядка 4 миллионов шин, то есть это как в Беларусь, так и в Российскую Федерацию. Ну, ассортимент полный, начиная от легковых автомобилей, заканчивая карьерными самосвалами, которые в добыче работают. Товарный выпуск продукции предприятия – порядка 100 миллионов белорусских рублей по месяцу. Гордость компании – завод сверхкрупногабаритных шин. Тут создают широкую линейку продукции для карьерных самосвалов грузоподъемностью от 45 до 350 тонн. С 2015-го на СКГШ проходит крупная модернизация. На производственных площадях воплощается в жизнь инвестиционный проект по выпуску радиальных шин. Цех перевооружения приносит ощутимые результаты. Промгигант улучшает качественные и количественные показатели работы. Каждый цех ощутил на себе именно эту модернизацию. То есть были закуплены новые линии резиносмешения, были закуплены линии для раскроя металлокорда, по выпуску профилированных деталей, сборочный комплекс, который может производить шины с посадочным диаметром как 57 дюймов, так и 63 дюйма. В условиях санкционного давления здесь научились лавировать, выстраивать логистические цепочки и покорять новые рынки. Например, сегодня прорабатывается вопрос по изготовлению шин для карьерных самосвалов грузоподъемностью 110 и 136 тонн для Ирана. Ставку делают на уникальные разработки. В ближайших планах выпуск инновационной продукции Artmotion Premium, которая по своим техническим характеристикам аналогично шинам Мишлен и Пирелли. Автомобилисты оценят. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Проверка боевой готовности, разработка уникальных препаратов и дом без насилия. В стране стартовала профилактическая акция. Как борются с теми, кто переступает черту закона. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. По поручению президента начата проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Это позволит определить способность командиров управлять воинскими частями и подразделениями при выполнении задач в установленные сроки. В планах передвижения военной техники. В связи с чем возможно временное ограничение работы гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности. В Беларуси в третий раз за год снижается ставка рефинансирования. С 11% до 10,5 годовых. Это позволит облегчить кредитную нагрузку на предприятия и население. Забота о людях подкрепляется эффективностью в экономике. После выхода в марте показатели инфляции на однозначный уровень. Тенденция замедления роста потребительских цен продолжится и во втором квартале 2023. В стране стартовала акция «Дом без насилия». Она продлится по 7 апреля. Особое внимание к тем, кто раньше совершал правонарушения. На учете более 20 тысяч человек. За ними контроль ведется постоянно. Ежегодно в милицию поступает около 80 тысяч сообщений о домашнем насилии. С начала 2023 число тяжких бытовых преступлений уменьшилось. В БГУ будут выпускать уникальные антибактериальные и противоопухолевые препараты. Такие лекарства применяют в качестве локальной химиотерапии. Их производство станет шагом в сторону независимости от импортных поставок и эффективной помощью для тех, кто нуждается в качественном лечении. Доклинические испытания новинок уже проведены. ГАИ в связи с ухудшением погоды ведет усиленный контроль. Из-за перепадов температуры на дорогах гололедится. Усложняют ситуацию сильный ветер, туман и снег. В таких условиях водителям следует выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и избегать необдуманных маневров. Пешеходы, в свою очередь, в темное время суток должны использовать светоотражающие элементы. Экономика должна быть экономной. В Беларуси существенно не потяжелеют жировки. Новые тарифы при условии нормативного потребления услуг в течение года увеличится в пределах 5 долларов, если сумма превышает 20% среднемесячного дохода в городе и 15% в сельской местности. Государство оказывает поддержку, предоставляет субсидии. Кроме того, предусмотрены случаи, когда можно обратиться за перерасчетом платы ЖКУ. Речь о тех, кто отсутствовал дома 10 и более дней по уважительной причине. После возвращения важно подтвердить отъезд. На это дается неделя. Согласно указу президента Республики Беларусь номер 200, гражданин подает заявление в организацию, осуществляющую начисление платы с предоставлением подтверждающих документов и его временного отсутствия. Стоит отметить, что временно отсутствующие граждане не освобождаются от оплаты за теплоснабжение жилого помещения, пользование лифтом, электроэнергией в общежитиях, а также санитарным содержанием вспомогательных помещений. Чтобы избежать накопления долгов и лишних трат на оплату пении, специалисты предлагают воспользоваться авансовым платежом. Доступно это через отделение банков, почты и инфокиоска. От теории к практике. В Бобруйске прошел городской этап конкурса ЮИД. В ДСАФ собрались свыше 30 команд из школ и гимназий города. В каждой по 8 ребят. От 10 до 17. Юные инспекторы продемонстрировали знания правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. А также соревновались в фигурном вождении велосипеда. Целью данного конкурса является воспитание законопослушных участников дорожного движения и, как следствие, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. Я участвую в этом уже 6 лет. Каждый конкурс мне дарит свои эмоции, свои незабываемые впечатления. Самый сложный, наверное, для меня этап – это фигурное вождение велосипеда. Но я справилась. При подведении итогов учитывались результаты всех конкурсов. Первое место взяла гимназия номер 2, второе – у 27-й школы, третье – у 28-й. Команда «Победитель» получила главный приз – велосипед и путевку на зональный этап. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!